девчонки доброе утро у нас по планам сейчас папа свободную поездку короче мы собираемся ехать по побережье в сторону ларнаки вот это забываю а вообще планировали есть и ехать в горы как они называются другу трудос но вчера я скорее всего что не знаю но скорее всего что съела каракатицу и мне стало плохо такое отравление и как-то не совсем хорошо на отравление плане пищевого а у меня аллергическая реакция и там короче на чернила и получается что онемел палец потом губа потом нос и у меня по рукам пошли такие пятна я выпила регидрон чтобы забрать на себя все токсины и как она называется диазолин то есть это аллергическая реакция мне стало полегче но в любом случае сильно далеко ехать не очень хочется потому что за рулем и вот поэтому побережье поедем хотим заехать по магазинам купить нашим орехов и каких-то вкусностей привести вот и не знаю что будем снимать но что-то будем поэтому оставайтесь с нами после того как искупали захотелось покушать и мы поехали дальше по побережью и на карте нашли маленькая маленькая вообще-то мне деревушек ничего нет стоит просто ресторан и за ним есть такие вот лодки рыбу ловят людей немного но это таверна наверное как бы не совсем для туристов искать для туристов тоже но это мы выехали из агиянапы и там много-много разных заведений но они рассчитаны именно на туристов на русских а нам что-то хочется такого необычного желательно греческого киприотского и вот сейчас будем смотреть что это называется заведение кота аморс вот вот там так что если что заезжайте сейчас попробуем и я скажу точнее так ну ну так и Ника, где папа? Здесь тоже для туристов, тут есть русский язык. Мы обожаем посещать те места, там, где нет туристов, там, где не знают языка русского, это вовсе очень при этом. Это туристический остров, поэтому уже туристический. Цены, сейчас я вам покажу цены, а тут, кстати, нормально. О, вот здесь тут отлично. Репродукты. 13,5 литра, 8,5 литра, 12, 13, 16. Напали, напали на папинку. Что это за салгин? Рыбный суп. Это не рыбный суп салат? Да. Спасибо. Это очень вкусный рыбный суп. Ужой ведь. А мне принесли греческий салат деревенский. Ну, первый раз видишь такую подачу на самом деле, он обычно другой. Но выглядит очень вкусно. Ну, какие. Сочненькие. Сейчас я попробую, насколько они сочненькие. В неволе принесли скебаб, мне принесли пасту с креветками. Я не могу до сих пор доесть свой салат. Тут порции огромные просто. Кстати, как я и говорила, везде картошку. Любому блюду приносят картошку на стол ставят. Тут у них как хлеб. Вот. Дофига лимонов. Всегда. Тоже везде. Они поливают лимоном все. Полностью. Тут огромные порции и очень вкусно и очень красиво. Людей немного и прям, я не знаю, мне очень понравилось это место. Это недалеко от Агия-Напы, по побережью. Потом надо будет уйти влево. Мы просто по карте смотрели. Я уже говорила о том, что можно загрузить карту maps и там полностью все отмечено. Рестораны, заправки. Ну, очень удобно и с ней путешествовать. Поэтому, если вдруг будете ехать, то обязательно сюда заезжайте. Я думаю, что вы не пожалеете, это действительно очень вкусно. Мы завтра уже улетаем, поэтому сегодня заехали в магазин и купили всякой вкуснятины гостинца домой для близких. Демке купили вот такую вот чашечку маленькую с осликами. Потому что тут, кстати, ослики кругом, везде. Ну, как я понимаю, естественно, тут еще 50 лет назад, как Юля говорит, все ездили на ослах. Поэтому тут кругом ослики. Вот. Такой тут маленький ослик и везде он такой смешной. Шорт я себе купила. Потом я покажу в инстаграм, они с высокой талией. И дофига орех. Орех, потому что мама попросила, чтобы я привезла орехи. И есть орехи, которые я хочу, чтобы дома были, можно было кушать. Вот эти, например. Они очень такие, ну, короче, они сверху сладкие, внутри обычный орех. Очень вкусные. И такой вместительный пакетик. И вот, что? Глазуни называется. Глазуни? Глазуни. Спасибо, папа. Глазуни. Папа говорит, что это в глазури. Да. А это вообще микс орехов. Тут и не только орехи, еще какая-то штука. Я не знаю, что это такое, скажу честно. Вот. Поэтому мы купили тут три духовки. Раз. Два. Три. Они по 700 грамм. Вот. Маме. И нам. Может, брату. Короче, разберемся. Отвезем. А там уже каждый возьмет, что хочет. Вот такой вот. Мама попросила миндаль. А тут еще изюм. Что еще? Тут тоже какой-то глазурьки. Глазуни. Я не знаю. Не пробовали. Такие орехи не пробовали, поэтому взяли попробовать. А тут вообще вы покупаете вот один плюс один. Мою съемку прервал колокольный звон. Мы сегодня были в этом храме, в этой церкви. Вот такую вот вкуснятину купили. Честно, я не знаю, что это такое. Кто знает, что это? Напишите мне, пожалуйста. Потому что я не знаю. Я только увидела, что тут оно с кокосом. И хочу есть. Очень люблю кокос. Очень. Поэтому я не знаю, что это такое. Правда. Но я думаю, что будет что-то вкусное. Главное, что это не сильно вкусное. И вот тоже с кокосом. То же самое. Только тут, видите, розовенькое, желтенькое. Без понятия, что это. Но тоже с кокосом. Надеюсь, нам понравится. Дальше. Казинаки. Казинаки с арахисом и без сахара. Вот. Вот. Что тут у меня еще? Шоколад. Я ни разу не пробовала киприотский шоколад. Вообще ни разу. И не знаю, вкусный он или нет. Но решили вот взять, попробовать домой кофе. А кофе я тоже купила. Сейчас я вам покажу его. Вот. Я взяла две упаковочки, потому что любит мама кофе и я. Поэтому одну ей, одну мне. Вот. Кофе показала. Вот, девочки. Еще. На самом деле очень смешно. Кубики Маги. У нас в Украине их не продают. Ни в одном магазине я не видела. Уже очень-очень давно. Но когда-то, когда я только начинала готовить, Маги у нас было. Мне было лет, наверное, ну я не знаю, 15. И я помню, что я добавляла в супы, ну вот, кубик Маги. И я почему-то так увидела это Маги, так захотела купить, потому что вспомнила вкус вот детства этого супа прям в магазине. Поэтому не удержалась и купила. Теперь у меня есть 32 кубика Маги. Вот. Шутка. На самом деле шутка, но хочется. И вот набрала дофига осьминогов. Потому что здесь они мне очень понравились, но они мне понравились в упаковке, то есть замороженные, сухая заморозка в морозилке, в общем, в магазинах продают целого осьминога. Вы просто его отвариваете, а потом уже готовите как хотите. Можете обжарить на гриле, можете просто так вареным есть, можете заправить чем-то. А здесь уже готовые. Они вот в таких вот коробочках, в коробочке баночка. И они тут есть с чесноком, вот масло, чеснок. Есть в томате. И я взяла нам домой, взяла маме. Хотя мама у меня не любит, например, ну, как бы морепродукты. Ну, думаю, вдруг ей понравится. Потому что осьминога я раньше пробовала, он всегда был очень жесткий. А здесь он очень мягкий и вкусный. Вот. И мидии. Мидии я взяла опять осьминога. Опять осьминога, только другая фирма. Опять осьминог, мидия и опять осьминог. Вот. Поэтому вот так вот мы сегодня слегка скупились для гостинцев домой. Завтра уже домой. Ну, ничего. Завтра еще целый день на пляже, а потом только домой. Я очень дико-дико скучаю за Демушкой, за мамой. Поэтому завтра уже едем. Девчонки, доброе утро. Мы приехали на пляж. Очень такой классный. Сейчас я вам его покажу. Называется Конус. Здесь болотный вход для деток очень хорошо. И такая вода. Очень и очень прозрачная. Такая прикольная. Вот. На берегу она теплая. А если чуть-чуть дальше в море, то прохладно. Тут очень красиво. Смотрите. Мы сейчас сидим в ресторанчике, в кафешке. Ну, вот знаете, кто я еду? Завтракаем. Вот. Принесли тут сэндвичи. Тут, кстати, у них очень много всяких сэндвичей и именно всяких, таких бетербродов. Мы уже неделю не ели, первое, ну папа только ел рыбные супы, а я не люблю рыбные супы, поэтому я, короче, без жидкого, я очень хочу борща, вот, и тут еще салат, ну, мне не понравилось, ну, принесли, может быть, принесли в таком, потому что многие уносят на пляж и на пляже кушают, вот, но мне больше нравится, когда в тарелках. Все, мы сейчас завтракаем, купаемся и будем собираться, ехать домой, собираться в аэропорт, домой, пора домой. Музыка 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 Гоза, Артемий! Артемий, Гоза, Гоза! Музыка 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 Девчонки, я собираю чемодан, решила вам показать. Юля подарила нам подарки, такие прикольные. Начну, наверное, с самого интересного. Я вчера просто кайфанула. Увидела у Юли тапочки, только подумала, думаю, такие классные. И представьте, через полчаса она мне дарит такие же, только другого цвета. У нее черные, а она подарила мне вот такие вот коричневые. Это производство тут вот на Кипре делают в одном определенном месте, как Юля говорит. Это кожа, говорит, не мочить. Вот, и они такие прикольные, супер. Смотрите, а это так ножку вот так вот оборачивает. Это мои. У Ники другие, сейчас покажу. Папе и даже Деме. Сейчас. Это нашему папе. Вот такие вот. И Ники. Ники вообще такие классные. Как из мультика. Астерикс и Абеликс. Та-ра-ра. Опа. Класс. Спасибо, Юлечка. Я знаю, что ты будешь смотреть. Вот. Ты нас очень-очень порадовала. А Демику. Где этот Демик, Демику, Демику? Такие вот тапки. Next. Семерочка. И вот такие вот тапки. Кстати, такие удобные. Для лета вообще. И они идут ортопедические. Оп-оп. Так. И что еще? Юля сделала сама из кукуруза. Смотрите. Говорит, это украиночки кипротские. Класс. Супер. Вообще. Вообще супер. Я просто не умею делать такие вещи руками. Поэтому я всегда восхищаюсь. Это на магнитик. А, класс, класс, класс. Спасибо, Юлечка. Вот видите, похвасталась вам. А сейчас мы забираемся в аэропорт. Девчонки, мы уже в самолете. Очень-очень шумно. Ой, 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 ой. Ника тут страдает, потому что у нее заканчивается отверда. Да, она почти все прочла. Говорит, мама, а будет ли вторая часть? Вот. Короче, нам грустно. Нам и Юлечка очень понравилось. Юлечке, ну, я надеюсь, что вам это видео понравилось. Подписывайтесь на меня в Инстаграм, на мой канал. И до новых видео, ваша Запорожская. Я целую, пока-пока. Пока.